Доброе утро. Ну плохие новости, денег нет и денег не будет никогда хватать всем нам с вами на реализацию масштабных глобальных идей на благо нашего населения. Поэтому мы с вами здесь и собрались. Нам нужно, чтобы государство и частный бизнес вместе могли объединяться, делать добрые дела, большие дела, практически не давно уже существует. И сейчас Российская Федерация, мы видим, как она последние годы активизируется. Надеемся, что Татарстан при поддержке всех, кто сидит в этом зале, потому что это реально невозможно, будет серьезно звучать в Российской Федерации, так же, как и Республика. Татарстан у нас звучит два других позиций, пока мы с вами расстаем. Я очень надеюсь, что нам поможет и это обучение, и те усилия, которые сегодня правительство направляет на реализацию этой цели поиска в Татарстан, я имею в виду. Я думаю, что все-таки будет это все дело реализовано. Я хочу поблагодарить Агееву Шене Рахимовичу за то, что он нас гостеприимно принял в стенах торгово-промышленной палаты. И для нас это большая честь. Я думаю, что это тоже достаточно знаково, потому что мы понимаем, что бизнес, частные инвестиции должны быть вовлечены в реализацию проекта ПЧП. Поэтому я бы хотела слово передать Агееву Рахимовичу, чтобы он тоже нас поприветствовал. АПЛОДИСМЕНТЫ Это, конечно, очень знаково. И нам нужен механизм. К сожалению, многие вещи не срабатывают. Вот если вы надо учиться, то вы не срабатывали по конкретным проектам, где-то есть и мероприятие исполнителя власти. Вот этот проект мы пытаемся сейчас в Нижней Кампе. То в одном лес, то в другом. Потом в ряде районов мы любим коллекции бизнес-проект. Поэтому нам надо учиться всем на месте. И я думаю, это обучение только начало. Успешную работу. Спасибо. Это часть совещания, где мы причиняем очень популярные опыты. Иногда они уже даже становятся ругательными. Иногда, наоборот, на них помогает особая надежда. Ситуация по стране неравноверная. Какие-то субъекты федерации активно используют этот инструмент и рассматривают его в качестве главного графа развития социально-экономической сферы. Какие-то только приступают к этому. На мой взгляд, механизм имеет очень большие перспективы для реализации. В первую очередь, в таком активном регионе, как Патарстан. У нас очень активные главы, у нас очень активные министерства. Самые главные большие запросы от населения к власти, к тому, как они в какой республике хотели выжить. Живем, естественно, в одном из лучших субъектов федерации. Поэтому с помощью тех механизмов, о которых сегодня пойдет речь, я уверен, что мы сможем существенно улучшить качество жизни населения, наших с вами жителей и решить очень многие задачи. Как уже было сказано, главная проблема, наверное, никто не не почерпает, это достаточно информированность. И сегодняшним семинаром и совещанием мы хотели бы ответить на те многие вопросы, которые у вас, наверное, возникнут. Наверное, как у вас родятся какие-то свои идеи, походу. Мы с большим удовольствием обменяемся в сегодняшнем совещании, обсуждением возможностей реализации в том или ином министерстве и в том или ином министерстве. И второе – это вопрос, связанный с оформлением документации, потому что это тоже достаточно сложный механизм. В Турбанке есть и банки решения, подготовленные конфликты, правоустанавливающих, юридических документов. Это, безусловно, огромный плюс, что не надо определить тот путь, который уже ранее был пройден, и просто взять за основу и некие коробочные решения, и их тиражировать. Ну и, безусловно, помимо тиражеров и типовых решений, особенность каждой территории, особенность каждого проекта должны быть учтены. И для этого есть наш специалист, который обладает огромным, большим опытом в реализации этих сделок, и с удовольствием вам помогут правильные сделки запасывать. Ну, желаю всем хорошего дня, хорошей работы, и действительно выйти с этого семинара с новым багажом знаний. Всем хорошего дня!